Вот я так же и с заготовками. Вот что-то новенькое приготовлю в этом году, да, допустим, в каком-то году. И уже смотрю, если оно идет, все, это у нас уже обязательно будет. Тыквенная икра. Тыквенная икра, да. Вообще ведь зашла. Мы ее полюбили. Кстати, вот что-то давно не ели. Что-то мы все то грибы едим, то капусту очень сильно едим. А что-то я, правда, про тыквенную икру надо достать. Давно мы ее не доставали. Недавно кабачковую ели, тыквенную что-то. А вроде бы она закончилась. Тыквенная? Да. Я в этом году не готовила. А, кстати, слушай, точно. И у нас же кабачковая. Я почему не готовила, то у нас кабачков очень много. Потому что мы кабачковую перестали есть, а посеяли на тыквенную. Точно, точно, точно надо кабачковую съесть, чтобы в следующем году сделать. Потому что она такая нежная. Очень нежная. Да, очень вкусная. Очень хорошая. Вот тыквенная икра. Очень понравился дынный этот, джем. Прям вообще, мама на следующий год, нафиг это вот эти сливовые мы не едим. Делай его, он такой вкусный. Я говорю, не вопрос, очень вкусный. И все просто делается, да, эти очень вкусные. Арбузный сок замороженный. Я поняла, что я в этом году не только арбузный сок буду замораживать. Томатный сок заморожу. Арбузный сок заморожу. Вот арбузный, кстати, побольше заморожу. Почему? Потому что вот если тыквены можно законсервировать, но все-таки, когда свежие, они термически обработаны, но лучше. И поэтому все равно сделаю. Разных соков замороженных я сделаю. Я поэтому нынче хочу, вот молочные бутылки у меня там есть, вот эти вот коротенькие, я специально оставлю для заморозки. Потому что они вот действительно удобно, у них замораживать сок. Очень удобно. Разморозился и пьешь сок, отлично. И вот обязательно в этом году очень поменяю план. Вот, кстати, вчера мы разморозили эту черешню. Я вчера достала вечером. Уже поподоедает. Попробуешь. Очень вкусно. Прям вот, она вот как будто, знаешь, свежая. Хоть и на рисок дала, но она такая вкусно. Свежую эту я замораживала черешню без косточки. Очень вкусно. Красота. Не надо никаких вареньев. Варенье – это вред. Все-таки варенье, если делать, тут только определенные виды. Вот, допустим, дынный джем. Очень вкусный. А это черника или кто там был с медом или с сахаром? А, ну это клюква с медом, да. Тут это… Еще там что-то было. Брусника и клюква с сахаром, да. Это перетерто, это без вопросов, вообще без вопросов. Я тоже считаю, надо делать… Клюква, Латвич, да, Донской. Донской, Кубанский очень пошел. И вот определенные вещи уже замечуешь. Вот это буду делать, вот это буду, вот это буду делать. Хренадер у нас в новом, вот нынче я другим рецептом делала. Хренадер весь полностью съела Анна. Она просто, она мне говорит, мама, почему больше не… Я говорю, я на следующий год больше сделала. Ей очень понравился этот рецепт, который вот нынче я делала. Хотя многие его избегают, но он действительно очень вкусный. Она просто, она говорит, я изумительная. Она его прям весь ела. У меня с прошлого года стоит хренадер, она его не ест. Она говорит, он не такой вкусный. А этот прям ура. Вот, кстати, хренадер тоже буду делать по этому рецепту. Раз он хорошо идет, буду обязательно делать. Потому что очень понравился. И вот определенные вещи, как бы, запоминаю, что вот это вот очень понравилось. Это в плюсик, это в плюсик. Уже понимаешь, вот это вот так буду делать. Вот хочу нынче попробовать, вот в этом году попробовала помидоры. Не мариновать я, не мариную. Ну, в этом году я замариновала несколько баночек по рецепту. Не понравился рецепт. Папе не понравился. Говорит, твой рецепт лучше, где я вот без маринада испортила. Говорит, помидоры. Я говорю, ну, я хотела попробовать, вдруг такое лучше пойдет. Ну, не понравилось. Ну, вкус каждому. Вот я делала всегда. Я не мариную, а делаю как соленую, но добавляю клюкву. Она за место уксуса идет. Клюква вообще с клюквой вкуснятина получается. И огурцы, и помидоры. Ну, тоже на любителя же, конечно. Кто-то любит вот маринад конкретный. А не пошел и все. Папа, вот я доставала баночку, съела. Говорю, поправила. Говорит, не очень она мне. Вот твои помидоры мне больше нравятся. Там я бы ел, бы ел. Ну, вот я в этом году не стала их делать, решила по-другому. И вот не пошли. И уже сразу себе в минус. Грибы сделала нынче по новому рецептику. Очень понравились. Соли мало положила. Сразу себе уже заметочку делаю. Делаю по этому же рецепту, но только соли чуть больше. Маловато соли. А там мы доставали эти белые грибы. Да там они еще цельные, прям белые грибочки. Такие классные. Они плотненькие, хорошие. Такой вкусный рецепт. Единственное, соли я мало положила. Как я так вот, видимо, расчет неправильно сделала. И соли маленькая. А может, я подумала, что соли много. Я бывает, когда вижу в рецепте много соли, я чуть-чуть убавляю. Может быть, убавила и зря. Напишите нам рецептики любимых своих заготовочек, которые вы уже много лет готовите, и они вам нравятся. Вы нам рецептик напишите, а мы тоже попробуем приготовить. Любые там салатики, маринады какие-то или еще что-то. Напишите, мы тоже попробуем. Потому что нам тоже интересно. Особенно интересно, когда ты уже пробуешь рецепт не тот, который тебе предлагают интернет. Вот сделайте вот так, вот так вот. А когда человек уже сам много лет ест, это ему нравится, и хочется попробовать. Потому что, во-первых, у всех разные вкусы. Я тоже вот... Иногда человек угощает, да, и говорит, да, вкусно, мы прям попробуем. Ну, не мое. Вот не мое, и все. Вот бывает мне недавно знакомая предлагала попробовать огурцы, сделанные по... Она говорит, мы вот обожаем эти огурцы, у нас всегда на столе они стоят, очень вкусные. Ну, сладкие я не могу. Я говорю, как можно есть огурцы сладкие? Она говорит, а мы любим. А я вот попробую, мне не понравилось. Она говорит, да ладно. Ну, видимо, вот потому что мы привыкли есть более такие кислые заготовки, которые имеют более натуральный вкус. Потому что мы в основном так квасим продукты. Те же помидоры квасим, огурцы квасим, капусту квасим. У нас как бы нет такого слишком много сладкого или маринада. Там сладости все уже не мое, не мое. А вот люди едят, и им нравится. Поэтому как бы тоже. Но вкус же по-разному передается. Поэтому хочется тоже попробовать чьей-нибудь интересный рецептик. Ну, на любителя, конечно, все. Ну, попробуем. А вдруг нам понравится? Я вот, кстати, всегда новые рецептики не делаю большими объемами. Там, знаете, банок много. Если вот икра у нас кабачковая, кабачковая, что тыквенная идет на ура, то я там, да, все заставляю банками. А если новый рецепт, то я делаю несколько баночек. Три, четыре, нет, четыре, пять, шесть. Вот так вот баночек делаю. Так, чтобы попробовать. Уже пробуем. Если все, на следующий год можно хоть двадцать. Ну, в этом году, конечно, мы очень много наготовили заготовок. Ну, едим, конечно, все идет. Потихонечку я сейчас стараюсь в первую очередь пустить в ход это заготовки, которые в прошлом году остались, с прошлого года. Потому что, чтобы уже их не хранить, есть у нас такие заготовочки. Очень много сливы в том году, поза том году заготовила. Вот сливы очень много осталось. Прям очень много. Хотя, по идее, для сливы не страшно. Там у меня варенье, джемы. Ну, стараюсь их в первую очередь. Ну, я компотики делаю, там еще что-нибудь. Но в основе своих, конечно, таких вот салатов, еще что-то у нас не остается. Это все у нас уходит. Может остаться это только варенье. Вот хренадер с прошлого года остался, кстати. Не знаю, как-то очень-не очень у нас пошел хренадер. Ой, не с прошлого года, а позапрошлого я все путаю. А вот с прошлого года весь. Ну, там ничего не осталось, еще кричат мало. Поэтому будем делать именно по этому рецепту. Раз он больше понравился. Вот тыквенная икра вся ушла на ура. И из-за этого у нас кабачковый много осталось. Хотя я его очень много наготовила. Таких вот банок с маринадами я вообще стараюсь мало делать. Мы это не очень едим. Мы больше капусту едим. Это я делаю маринады только лишь для того, чтобы иногда на праздник и так, для охотки. Иногда хочется, вот, баночку достанешь. А так в основе своей маринады не делаю. Это я стараюсь меньше их делать. Больше у нас, конечно, делаются всевозможные такие салаты, закуски. Вот это вот, да, много делаем. Вот нынче мне не понравился один рецепт из баклажан я делала. Что-то как-то он не пошел. Невкусный какой-то. Ну, не знаю, может, не по вкусу пока оказался. Но мы его не снимали. Я его на пробу делала. Вот не понравился, как-то попробовали, не очень. Решили больше не буду делать. Потому что, ну, смысл делать, если не очень нравится. У нас хоть и ничего не пропадает, я обязательно его использую в тех же самых этих приготовлениях блюда. Вон, овощи потушу. Еще что-то туда добавлю.